Вот так выглядело сообщение, которое сегодня на телефон получили многие алматинцы. Это было президентское оповещение. В мегаполисе в очередной раз протестировали систему масс-алерт. В случае сильного землетрясения она будет оповещать граждан об опасности. Вот только сегодня не все алматинцы получили тревожный сигнал на мобильный телефон. Некоторые не услышали и сирену. Хотя именно сегодня в мегаполисе ощущались сейсмотолчки силой в 2 балла. Это были отголоски землетрясения в Китае. Тему продолжает Ануар Амангельдинов. Сообщения о проверке системы оповещения пришли сегодня на телефоны алматинца. Многие получили уведомления. Увы, были и те, кого это профилактическое мероприятие обошло стороной. Мне лично оповещение не приходило. Какое оповещение? А, про землетрясения? Да, да, было, было. Да, сегодня было такое. В 10.00 на сотовый телефон поступило сообщение. Нет, не было. Не было точно. Это оповещение в ситуации, да, МЧС? Приходило. Почему одни граждане получили оповещение, а другие нет, объяснили в Акимате. Чиновники говорят, все дело в операционной системе некоторых смартфонов. Как ранее неоднократно сообщалось, пользователи iPhone должны были обновить систему до версии iOS 18. Только в таком случае на их мобильное устройство поступит оповещение. По результатам сегодняшнего тестового оповещения, на данный момент проводится технический анализ для улучшения и оптимизации системы по отправке оповещения через сети сотовых операторов. А между тем, сегодня ночью в Алматы вновь ощущались подземные толчки. Землетрясение силой в 2 балла произошло в Алматы этой ночью в 3.23. Эпицентр его расположился в Китае, в 264 километрах от мегаполиса. Жители мегаполиса задаются вопросом, для чего нужна тестируемая система оповещения. Ведь в момент реального землетрясения никаких сигналов не поступало. Причину этому объяснили в ДЧС. В институте сейсмологии объясняют, что в зимний период сейсмические явления активизируются, но прогнозы давать не берутся. То есть это середина зимы, равноденствие и так далее. То есть вот к этому периоду в целом активность в нашем регионе, она растет. Наш регион, я имею в виду, это большая часть евразийской плиты, ингостанская плита. То есть вот эти все большие тектонические плиты, они просто вот в этот момент, они чуть активнее. И самое важное понимать, что цикличность очень условная. То есть нельзя сказать, что вот есть период каждые три месяца, мы так не можем сказать. Это все меняется. Напомню, на систему оповещения было выделено более 400 миллионов тенге. Об этом на заседании правительства говорил Аким Алматы Ербулат Досаев. Новую систему решили внедрить после двух существенных землетрясений, которые произошли 23 января и 5 марта этого года. Тогда жителям и гостям города СМС-оповещение пришло спустя несколько часов после подземных толчков. Ануара Магильдина, Влад Шишко, Информбюро.